Всем привет! С вами Катя и Паша! Всем привет! И сегодня мы продолжаем играть в Sims 4! В прошлой серии мы были в секретной локации и нашли там жвачное растение вроде бы как и его можно посадить, а что вырастет мы сейчас посмотрим. Но сначала нам надо убедиться, что оно у нас есть. Вот. Вот ягоды жвачного растения. Да. Теперь нам нужен сад. У нас есть. Есть сад. Вот у нас есть специальные штуки. Вот, вот в эту специальную штуку посадим. Одна? У нас их несколько? У нас 5 штук. Их 5 штук? Давай несколько посадим и посмотрим, что будет. Но мы будем разные действия с ними делать. Я уже как бы чуть-чуть знаю, что будет происходить. Я не в клубе вообще. Там очень опасное дерево. Наверное, надо полить его. Залезла такая. Видишь, занимается садоваться? Хоп-хоп. Просто закопала. А ты вообще не представляешь, что будет? Ну, что-то я слышала. Ты говорила что-то про корову. Зачем я тебе сказал? Во! Смотри! Сейчас начинает расти. Да. Неси тебе клубы тоже сюда. У нас, то есть, 3 штуки будет? Может, просто 3 штуки? 3 штуки. Одно прямо здесь на проходе посадить, чтобы люди проходили ним и умирали от него. Вот. Вот этот, чтобы человек не ходил тут больше. Мне уже страшно, что... А можно будет потом от него избавиться? Да, там. Прикольно. Мы как бы сделаем все, что можно будет. Просмотрим вообще все взаимодействия. Видишь, она в душ хочет. А ты что делаешь? Какаешь, как обычно? Чего? Где ребенок? Ты почему его не учишь? Он сам видишь. Он на планшете играет. Мне так нравится эта полочка. И жирафик мне нравится. Вообще у него комната классная. Очень. Очень классная комната. Очень. Давай иди ты занимайся теперь этим. Чтобы кого-то тебя тоже знал, да? Так надо делать, нет? Нет, не знаю. Но она будет несколько дней расти. По зомби слышал? Что-то зомби-ялпс. Ты палил растения? Растения, я даже знаю. А называть это растением или все-таки коровой? Это растение. Растение коровы. Что, вот так вот? То никто к нему не приходил, то они вдвоем приперлись. А она ушла. Как жесть. Она его пошла опять кормить. Он спать хочет. Женщина. Женщина. Он спать хочет. Женщина. Так что там насчет растения? Жвачное растение. Это инопланетное чудо. Станет прекрасным источником еды и отличным другом. Пусть все в городе вам завидуют. Только не забывайте его кормить. Там написано, жвачное растение обычное. Ну вот что может быть необычного в жвачном растении? Ничего, это обычное растение. Может, его пора полить? Во, найми садовода. Пусть он этим занимается. Давай. Ты спать пошел. Через пять. Все, ночь. А, она-то что ждет сидит, я не могу понять. Я вообще не понимаю, что происходит. Она типа ест. Эта игра сломалась. Она ест. Она сидит, ест. Ну, уже третий час ест. Ну, вот так вот она с кем-то общается, видишь? С кем-то. С динозавром. О, кто это? Нам кто-то звонит. Ты его впустила? Он, кстати, уже нам раз семь звонил. Помнишь, мы его не впускали? В смысле, куда впускать? Ну, он позвонил и сказал, можно к вам прийти? Ты сказал, да, можно. А, да? Я нибудь сказала, нажала, да. Он сказал, можно мне к вам прийти, чтобы пообщаться? Ты такая, окей. Как бы в 12 ночи. Да, и вот он припёрся. А она что делает? Она пошла что-то сделать с животным. Ну, вот, нанять седовода. Ага. Это же нельзя из дома сделать, надо именно рядом с Клубой. Сюда подойти, да, да. С Клубой. Ты куда пошёл? Что происходит вообще у нас дома? Так, может, это любовник он пришёл в 12 часов ночи? То есть твой? Он к тебе так-то пришёл. Позвонил мне, пришёл к тебе. Подожди, подожди, подожди. И она спать пошла. Что? Он пошёл к ребёнку, он сейчас за компьютер пошёл, сядет. Жесть, что? Ну, он может быть ему одиноко, грустно. Он в скайпе сидит. Точно. Так, я предлагаю за ним следить, чтобы он у нас ничего не украл. Что? О, ушёл сосед. Не игрался. Уводит. Уходи. Всё, не приходи. Подожди, давай посмотрим, что она хочет. О, давай ты меня на свидание сводишь. Давай. Обязательно. Что там с растениями? О, он запустает. О, прикольно. Прикольно. Маленькая коровка. Нифига. А другие выросли? Да. Нифига. Давай, на свидание зови меня. Куда позвёшь меня? В тренажерку. Может, там были. А, я решил позвонить тебе. Ну, почему бы нет. Или я с работы спрашиваюсь. А, я такси вызвал. Всё. Куда? Ну, давай, где мы не были. Вот ещё мы в библиотеке не были. Значит, ну, как бы были в музее. Давай в музее мы не были там. Полетели. Первым делом нужно проверить, как там туалет. Ого, там, смотри, реально как музей. Картины развешаны. Смотри, картины по кругу. Такие обычные. Только что на втором этаже. То же самое. Ну, это галерея какая-то. Но, зато вот этот миленько. Смотри, а ребёнок сам, типа, остался один. Нормально. Выбориться о себе. Так, давай выполнять цели. О, ты будешь мне играть на панели? Что нам надо сделать? Пообщаться. Сесть и поговорить. Куда? Сесть и поговорить. А, ну, ладно. Просто поговорить, окей? Ну, всё равно выполнилось. Насказать историю? Ты будешь переводить, что они говорят? Я не понимаю. Ты сам давай переводи. Мне кажется, у тебя очень получается. Окей. Я как-то встретила тебя. А он там, ааа, это пранк. Смотри. Я по иконкам. Он такой, ой, я забыл мусор вынести. О, ещё я люблю кофе с утра. Он рассказывает ей, что он видел очень странное чудовище. Лохнецкое. Лохнецкое чудовище. Так найми у нас у денег. А смотри, сюда тоже можно пойти? Мне кажется, да. Прикольно. Давай гриль делать. Просто мы как-то из музея, да, переборись? Это что-то неинтересно в музей стало. Пианист не приходит. О, можно лягушек искать. Золото копать лучше. Видишь, ты котлетки жаришь. А ты где? Я захотела гамблоги. Так что она выкопала? Кусок известняка. Очень круто. О, хот-доги ещё есть. Неплохо. Нормально она? Она ест нашу еду. Она сделала себе хот-доги и взяла наш гамблог. Гамблогер. Ты видел, что он сделал? Он сел и вышел из стола. О, она теперь, видишь, у неё новые цели. Ступить в брак. Так мы же в браке. Можно ещё раз это сделать? Фу, у тебя какая-то какашка в багажнике. В багажнике. Может, ты так рада, что? Что это такое? Он пошёл сыр выкидывать? Да. Вот и мусорка рядом. Ну, зачем это? Так, мне кажется, пора ехать им домой. Или свадьбу тут быстренько сыграем? Да какую свадьбу? Блин, надо уже проверять, как там у нас эти. У меня дерево? Да. Ну, домой надо ехать. Всё, уедем домой. Та-да-да. Ну что? Ну что, что дерево-то не подросло? Ты откуда знаешь? Ну, ещё будет два дня расти. Такое оно смешное. Тут только будет голова? Ты увидишь, там оно будет прям огромное, классное дерево. Не стоп. Мне кажется, надо перематывать, короче, в дни. И... Чё, оно пришло? Ну, пообщаться. О! Прикольно. Забавно. Он же не умеет, вроде, говорить, нет? Ну, он немножко умеет. Он может только попрощаться с ней. А ну-ка, злые действия. Пусть ударит её. Он так смешно ходит. О, и потом начали вдруг веселиться. Она видишь, грустная. О-о-о. О, сколько появилось. Грудь, чепуху. Можно говорить про... Говорить про подгруз... Ой, боже мой. Я думаю, чё-то там пытаешься прочитать. Там написано грузовики. А я подгрузики. Вот так ходит. Тут не это написано. О, ну зашла. Говорить о принцессах. Нежно наш сын начал разговаривать. Ну. Ещё кто-то пришел. Почему к нам постоянно кто-то приходит? Вера Дроздова. Загайдил весь дом. О, нифига себе, коробки. Что делать? Ты видел на картинке? Я там видел, да. Посмотри, что можно с ним делать. Мне страшно. Кормить. Может, давай сохраним игру на всякий случай. Вдруг она съест меня. Она съест тебя, если ты её не будешь кормить 12 часов. Поэтому лучше покорми её. Гладить? Офигеть. Кстати, дети даже играть могут. Давай смотри, что сделаем. Эту не корми. И запомнил. Сейчас время 8 утра. Значит, во вторник она будет, короче, увидеть, что будет происходить. Я хотел, чтобы это был сюрприз. Ужас. Ужас. Смотри, она такая хвостик обмеляет. У неё вы меня на бороде. Да, это нормально. Она смотри, не может погладить её. Или может? Может вот она будет. А, может. Прикол. Хотела бы таких вот в реальной жизни? Нет. Очень страшно. Нифига себе. Как бы ручные листения. Ужас, дофига на страшные пассажки, звуки они издают. Нет, ребёнок не может. Не может? Нет, не могу нажать. Ну, начну я на маленький. Наверное. Поздравляю, чуть-чуть, может с ними играть, я знаю точно. Нам надо сделать день ручения, сын. Чтобы он из пончика превратился в пирожочек. Так, топ-чоколадный, бисквитный. Клубничка? Нет. Конфрети. Давай вот этот зелёный. Голубой. Но он, кстати, самый симпатичный. Там надо будет опять выбирать ему качества всякие. Характер? Сделаем из него кого? Хулигана. Что это было? Мне кажется, или у неё десятый навык. Да, у неё последний уровень. Тут очень важно сделать день рождения, потому что тогда он может расстроиться и плакать. Он уже начинает плакать. Что он кушать хочет. Вон, вырос. Всё, он взрослёт. Так. Творчество, интеллект, моторика, общение. Не знаю, будем умным его делать или... Буду постоянно книжки читать. Или творчески. Либо рисовать и петь. Ну, я не знаю. Давай умным пацанам вылезти. Ну, давай. И тут давай... Гений. Всё, у нас будет. Просто гениальный ребёнок. Смотри, он вырос. Ну-ка, как он выглядит? О, мне нравится его прическа. Мы вырастили тортик. Как бы у них торт стоит, а едят они бутеры. Почему бы и нет? А проверь сейчас, он умеет играть с кровой. Смотри, ему скоро в школу надо будет. Понедельник, вторник, четыре, пятница. Да, он может играть. Мне страшно. Сейчас, прикинь, такая, вот, съела его. Нормально, не съела. А та ещё не стала плохой? Другая, которую мы не кормили. Посмотрим. Я не знаю, как мы это узнаем. Я знаю, как мы это узнаем. Нет, она ещё добрая. Типа, мимо, если кто-то пройдёт, она его съест? Нет. У неё будет наживка. Она будет, типа, заманивать людей. Подобрать костюм. Смотри, он и правда пончик какой-то. Это просто повседневная одежда? Да, как он каждый день будет ходить. Так, спортивная. Почему такие шёлтые и лепые, да? Да. Вот, нормально. Это... Спать. Да. Во, мне нравится очень. Вот, это мой любимый наряд. Ладно, ребята, эта серия подходит к концу. Проверять, как корову ест людей мы будем уже в следующей серии. Да. Если вам понравилось это видео, ставим пальчик вверх. И всем пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok